Так, друзья, всем большой привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог, и сегодня у нас музыкальное видео. Оно посвящено аудиосистемам, которые вы можете взять с собой и устроить вечеринку. Вечеринку дома, а может быть, поехать на пляж, а может быть, поехать в лес или на дачу, или еще куда-то. Короче, взять с собой одну из этих колонок и провести хорошо время. У нас сегодня соревнуются две разные колонки. Первая — это компания Eltronic. Professional Box 2000, так называется эта колонка, 200 ватт мощности RMS и 2000 ватт ПМПО. С Eltronic вы, я думаю, что знакомы, потому что я на канале неоднократно рассказывал про их колонки. Они хорошие по соотношению цена-качество. С другой стороны, у нас компания JBL. Это глобальная, огромнейшая, наверное, одна из самых главных вообще компаний, которая делает колонки, предназначенные для того, чтобы вы их могли с собой взять и куда-нибудь поехать. В общем, это мировой лидер. Это называется Partybox 1000, и мы посмотрим сегодня, что компания Eltronic может предложить против Partybox 1000. Обе колонки звучат громко, мощно. Обе колонки имеют, видите, визуальные спецэффекты. К обеим колонкам можно подключаться по Bluetooth, флешке. Можно втыкать туда и музыкальные инструменты, и гитары, микрофоны и так далее. Но самое важное — это то, что Eltronic у нас работает как от сети, так и от аккумулятора. Причем аккумулятор достаточно большой. 17000 мАч, соответственно, без проблем можно 3-4 часа слушать музыку на нормальной громкости без сети. А у JBL у нас нет аккумулятора, то есть он работает только от сети. Первый глобальный момент, по которому эти колонки различаются. Ну а все остальные функции, и, конечно же, мы с вами послушаем эти колонки, сравним цены, это все будет в этом видео. Присаживайтесь поудобнее. Меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Погнали! И, наверное, первый момент, с которого стоит начать, это цена. Потому что разница в ценах на эти колонки колоссальная. Колонка от Eltronic, у нее номер 2036. Она стоит в районе 50 тысяч рублей. Ну, плюс-минус. Мало того, я вам дам промокод DJFIL, при помощи которого вы сможете получить скидку. Все внизу будет написано, переходите, посмотрите. Но надо для себя зафиксировать, да, это цена в районе 50 тысяч рублей. Чуть поменьше. А вот джебелька, знаете, сколько стоит? Во-первых, в России джебелька сейчас отсутствует официально. Поэтому они каким-то образом продаются. Так вот, в DNS-е одна колонка стоит 120 тысяч рублей. Разница, да, прикиньте? 50 и 120. Это раз. Во-вторых, если зайти на официальный сайт джебелька, там эта колонка стоит 200 тысяч рублей. За одну штуку 200 тысяч рублей. Представляете, да, какая разница? И при этом у нее нет аккумулятора. Красота. Вот такая у нас разница по цене. Это первый момент, на который стоит, конечно же, обратить внимание. Ну а дальше давайте быстренько пробежимся по характеристикам. И, конечно же, послушаем две эти колонки. Давайте начнем с L-Tronic. Как я уже сказал, эта колонка может работать как от сети, так и от аккумулятора. От аккумулятора может работать часа 3-4 при средней громкости. При максимальной громкости где-то часа 2-3. Также ее можно запитать от автомобиля. 12 вольт. У нее есть хороший комплект, потому что здесь есть микрофоны. Мало того, если вспомнить, какие раньше были микрофоны, они такие были, ну, такие пластиковые, не очень красивые. Сейчас это вот такие металлические микрофоны, которые прямо внушают доверие. Это два беспроводных микрофона. Вы можете включить функцию караоке. Мало того, вы можете записывать все то, что происходит у вас на этой колонке. Естественно, если у вас будет две колонки, вы можете объединить их в стереопару, потому что это ТВС колонки. У нас есть в комплекте батарейки для наших микрофонов, а также батарейки для пульта. Также у нас есть провод-колокольчики на мини-джек, чтобы вы могли подключить, например, свой телефон. А также провод питания, ну и сам пульт. Что касается джибелевского патибокса, то у нас есть вот такая коробочка с дополнительной информацией и инструкциями. Также у нас есть сетевой кабель и у нас есть еще специальный мигающий браслет. Джибелев тоже можно подключать микрофоны, можно подключать музыкальные инструменты, но ничего как бы этого в наличии нет. То есть это все надо раздобыть самому. Соответственно, что мы из этого имеем? Мы имеем колонку от компании Электроник, которая, в принципе, готова к тому, чтобы вы могли ее вот прямо сейчас использовать. От провода или от аккумулятора, если хотите провести вечеринку. Или если вообще вам по работе надо, вы просто взяли эту колоночку, приехали и озвучили свадьбу корпоративу, там не знаю что. Короче, это прямо вот рабочий инструмент. С джибелем все посложнее, да? Во-первых, он стоит в 2-3 раз дороже. Во-вторых, вам надо раздобыть где-то микрофоны, провода и вот это все. И еще, конечно же, вам постоянно нужен коннект с электричеством. В общем, пока по комплектации у нас поинтереснее, конечно же, Электроник. Как у нас колонки собраны и из чего они сделаны? Визуально колонка Электроник очень напоминает именно, знаете, такой рабочий инструмент. То есть поти-бокс он такой более обтекаемый, а Электроник он такой более индустриальный. Корпус у Электроника сделан из МДФ плиты, а у джибеля это такой, ну такой более, наверное, приятный на ощупь пластик. Электроник у нас весит порядка 24 килограммов, а джибель весит 34 килограммов. Очень тяжелая колонка. В Электронике у нас все управление находится сзади. Здесь, во-первых, вы можете переключать режимы, работаете вы по лайн-ин или по блютузу. Здесь вы переключаете, либо вы работаете от аккумулятора, либо работаете напрямую от сети. Здесь же коннект для автомобиля. Плюс вы можете покрутить разные ручки, потому что есть эквалайзер, эхо, дилей. Вы это все можете вешать на инструменты, которые подключаете. Вот здесь вы можете подключать проводные микрофоны и гитару. Ну или какой-нибудь другой инструмент, может быть диджейский пульт. Тут же можно подключить USB флешку, можно карточку памяти взять. Все это дело. Можно включить музыку, можно записать то, что происходит. То есть вы можете включить музыку, параллельно петь, играть на инструменте, каком-то и все это дело записывать. У нас также есть эквалайзер на колонку. И еще есть функция X-Bass, то есть подключение этого сабвуфера. Также сбоку у нас есть ручки, при помощи которых гораздо удобнее таскать колонку, потому что на джибеле у нас ручка только сверху, а по бокам их нет. Еще важный момент это то, что колонка L-Tronic, она вот так вот крутится, потому что снизу у нас 4 колесика. Эти колесики могут крутиться, а также есть там система стоп, когда вам нужно колоночку остановить. У нас также есть функция караоке, есть функция приоритет микрофона. Приоритет микрофона это когда вы разговариваете во время музыки, она глушится. Ну еще раз, это хорошо, наверное, для тех, кто любит побыть немножко ведущим. И еще у нас в L-Tronic есть подсветка динамиков. Что касается динамиков, у нас 2 12-дюймовых динамика. Что касается джибель, то во-первых, эта колонка более статична, и ее так просто не повозишь, потому что снизу нету 4 колесика, там есть 2 колесика, но они работают только тогда, когда вы колонку наклоняете. То есть везете ее как чемодан, а так просто ее не подвинуть. Так как джибель у нас весит 34 килограмма, то это как раз таки не очень удобно, что она не такая мобильная. С другой стороны, может быть сделано для того, чтобы она была более устойчива, не знаю. По динамикам джибель, конечно, интереснее, потому что здесь 4 динамика. Один компрессионный, высокочастотный, два среднечастотных динамика по 7 дюймов и еще 12-дюймовый сабвуфер, который находится внизу. Мощность у нас 1100 ватт. Сзади у нас находится часть пульта управления. Сюда мы через колокольчики, через лайн-ин можем подключать какие-нибудь инструменты, либо может быть мобильный телефон, микрофон, гитара, все сюда тоже подключается. Подключается, и здесь мы можем выбирать громкость этого всего. Также флешечка и Aux, все подключается здесь. И здесь находится вентилятор, то есть, видимо, там есть процессор, который нагревается, поэтому все дело надо вентилировать. Ну и здесь у нас сзади фазоинвертор. А вот вся система управления, она находится сверху. Здесь у нас, во-первых, кнопка включения, Bluetooth. Здесь есть прикольные тачпады, при помощи которых вы можете побаловаться. Причем вы можете переключать разные варианты. Это я выключил, можно различные инструменты. Вот так вот. Поиграть можно. Ну и побаловаться. Дети, конечно же, от такой штуки в восторге. Им можно ребенку просто дать вот джибелевскую колонку, и он замучает всех соседей, вас, и вы потом эту колонку заберете. Но на какое-то время вы ребенка деактивируете. Здесь есть еще прикольная функция, называется Smart DJ. Когда вы ее нажимаете, и когда вы включаете какую-то музыку, то колонка подыгрывает этой музыке за счет барабанов. Здесь есть еще функция Bass Boost. Она прям реально добавляет очень много низа. Просто жирнющий такой низ. Ну и, соответственно, громкость, play и так далее. Вообще по интерфейсу джибелевская колонка более, я бы сказал так, дружелюбная, потому что здесь поменьше кнопок всяких разных настройок. Эквалайзер, всего остального, потому что в Эльтронике очень много всего. Но я уже сказался вначале, Эльтроник это больше такая, знаете, как индустриальная рабочая станция, а джибели это больше такая игрушечка. Тут все мигает, можно всякие понажимать кнопочки и так далее. Это, знаете, такое, как у компании Apple, все немножечко лаконично, но немножко настроек. А Эльтроника, знаете, у нас такой Android, куча всяких разных настроек, но при этом не всегда понятно, что надо крутить. Ну и вот те самые колесики, внизу о которых я говорил, которые работают как раз когда мы все наклоняем. Ну и теперь я предлагаю послушать эти колонки и сделать определенные выводы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, что вы скажете по поводу этих двух колонок? Мы, конечно же, в голове помним, что JBL стоит в два или в три раза дороже. Это, конечно же, очень много. Мало того, у JBL главный минус это отсутствие аккумулятора. Это тоже очень неприятно. При этом звучит, конечно, JBL побогаче, поинтереснее, помощнее. Низы очень приятные, очень хорошие. И если у вас еще, не дай бог, будет две такие колонки, то это будет прямо очень крутая стереосистема. Есть всякие вот эти разные функции диджейские. Есть вот эти тачпады, да, при помощи которых вы можете поиграть. В целом, такой хороший, приятный действительно пати бокс, но, к сожалению, без аккумулятора. И стоит. Я уж не знаю. Что касается Эльтроника, он как будто у нас такой более функциональный. У него больше всяких разных квалайзеров, систем подключения, систем взаимодействия и так далее. При этом визуально он такой более аскетичный. Если пати бокс это такая вечеринка, то Эльтроника это такая большая рабочая станция. При этом у нас классный комплект, у нас есть микрофон и все, что хотите, можно подключать. Ну и самое главное, конечно же, он работает как от сети, так и от аккумулятора. А по звучанию он неплох, но проигрывает все-таки в моем представлении немножко джебелю. По низам, наверное, проигрывает. И само звучание, оно как будто бы такое чуть менее вкусное, я бы сказал так, чем джебель. При этом у нас, конечно же, есть эквалайзеры на Эльтронике, которые можно покрутить. И вы можете выставить тот вариант, который вам нравится. Частоты покрутить, высокие, средние, сабвуфер можете добавить. Но в целом я, конечно же, могу констатировать тот факт, что звук джебеля все-таки побогаче. Все-таки 4 динамика против 2, это имеет значение. Но если говорить, конечно же, о цене 50 тысяч рублей или по промокоду, даже она будет еще меньше. Еще расскажу, что промокод Digifil, внизу оставляю ссылку, всю необходимую информацию, переходите, посмотрите. То, конечно же, с точки зрения цена-качества, естественно, Эльтроник в этом смысле поинтереснее. А джебелька, блин, ну я даже не знаю, вот 50 или 120, ну за 120, конечно, 70, если бы стоил еще, там можно было бы подумать. Хотя, конечно же, когда у тебя нет аккумулятора, ну, то есть Эльтроник это вот просто взял и используешь. Все, от аккумулятора, без аккумулятора, подключил микрофон и получил какие, подключил какое-то оборудование, провел вечеринку, поехал на дачу, поставил, громко звучит, все замечательно. У джебеля главный самый момент, конечно же, связанный с питанием, питанием, да, имеет большое значение. Собственно, на этом все, друзья, большое спасибо за то, что посмотрели это видео, очень интересно узнать ваше мнение. А что бы вы выбрали на себя, колонку за 50 от Эльтроника или колонку за 120 от джебель, или за 200 от джебель? Напишите, пожалуйста, очень интересен ваш взгляд на этот вопрос. Ну, а я говорю огромное спасибо, подписывайтесь на канал, здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный Блог, не болейте, всем счастливо и пока!